Плита толщиной всего в 2 сантиметра. И квартира спасена от постороннего шума. Не слышно ни соседей, ни городской суеты. При создании такой звукоизоляции разработчики использовали натуральный камень базальт. Поэтому материал экологически чистый. Данная разработка предназначена для увеличения комфорта проживания в многоквартирных домах. Толщиной всего 27 миллиметров, что позволяет по минимуму использовать жилое пространство. Толщина является основным преимуществом данного продукта. Помимо высоких акустических параметров, мы имеем минимальный забор площади жилой внутри помещения. В павильонах Экспограда самые последние разработки в строительной отрасли. Кажется, здесь есть все для того, чтобы возвести дом своей мечты. От архитектурных проектов до отделочных материалов. Кирпичи, штукатурка, кровля, двери от резных деревянных до пуленепробиваемых. Отрадно, что на этой выставке большинство предложений именно от местного производителя обращает внимание Вениамин Кондратьев. Всего же завоевывать кубанский рынок приехали около 400 компаний из разных стран. В Краснодарском крае конкурентам только рады. Сегодня в целом власть и создали условия вам для конкуренции, чтобы вы развивались на равных условиях. И тогда на самом деле выиграет потребитель. То есть сегодня потребитель нашего края, потому что он выберет лучшее, но у него будет возможность выбора. Это самое главное, что сегодня можно создать. Возможность выбора для наших потребителей. Новые тенденции в строительстве микрорайонов на эскизах от архитектурного бюро. Основной акцент на озеленении и комплексном благоустройстве. Большие города, особенно Краснодар, не могут быть одноэтажными. Но тут важно правильно определить границы, где должны разместиться высотки, считает глава региона. Мы просто должны четко понимать, где мы строим небоскребы, где мы строим высотки, а где мы оставляем тот исторический Краснодар, который так мил сегодня краснодарцем. И вот сегодня мы должны соединить и современные Краснодары с небоскребами, с высотками, с масштабными такими архитектурными формами. И вот тот милый, родной, близкий каждому краснодарцу этот город. То есть, ну это, конечно, вот центральная часть, историческая часть Краснодара. Уже на встрече с архитекторами и предпринимателями ведут откровенный разговор о проседании строительного рынка в целом по стране. Но даже несмотря на это, Краснодарский край остается лидером по темпам водожилья. Тем не менее, сейчас важно не создать так называемую затоваренность, предостерегает Вениамин Кондратьев. Бизнесменов губернатор призывает быть более гибкими. Сейчас то время, когда максимально гнаться за прибылью не стоит. Потому что нельзя сказать, что какой-то сегмент строительного рынка может выжить, а какой-то нет. Или когда один просядет, а другой не просядет. Строительный рынок – это вот такой огромный механизм. Если он просядет, то он просядет весь. Поэтому я и обращался сегодня представителям различных финн, компаний строительных, что они должны интегрироваться друг в друга, чтобы вместе всем выжить. Не нужно рваться к высокой стоимости на свою продукцию, а где-то может быть и работать по нулям. Главное, чтобы работать. А потом при условии, если только сохранить производство, можно наверстать то, что сегодня, может быть, и потеряли. За прошлый год в регионе построили 4,5 миллионов квадратных метров. Рост водожилья был отмечен уже и в январе 2017-го. И это с учетом новых требований, которые власть сегодня выдвигает предпринимателям. В первую очередь, это комплексное освоение территории. Рядом с многоэтажками обязательны социальные объекты и вся необходимая инфраструктура. Еще одно условие – внешний вид зданий. На сегодняшний день принято решение о том, что в количество обязательных процедур перед получением разрешения на строительство вошло согласование архитектурного облика объекта в разрезе кварталов, как новый объект, будь это административно-офисное, торговое здание, либо это комплексная застройка, как архитектурно будет вписываться в существующую застройку. О том, что это требование выполнимо, говорит и многообразие стройматериалов на выставке. И оно вовсе не означает, что все постройки должны быть однотипными, замечает Вениамин Кондратьев. У каждого города Кубани должно появиться свое лицо. Люди уже устали от безликих многоэтажек. Палитра сегодня строительных материалов, она набирает световую гамму, если так говорить образно. Мы видим, что и новые сегодня производители появляются. Пусть они будут с иностранными брендами, но производство уже в нашем крае, в нашем регионе. И поэтому сегодня говорить о том, что у нас нет возможности сделать наши города красивыми, говорить не приходится. Не нужно уходить целиком в какой-то авангард или где-то, может быть, явно оставаться только на классике. Должен быть такой взвешенный, грамотный подход. Разные здания должны быть разными, но они должны быть комфортными для жителей. Вот здесь не нужно замыкаться только на своих архитектурных бюро или на людей архитектурной профессии. Сверяйте свои часы, я уже не раз говорил, с самими жителями. Мнение кубанцев должно быть в основе всех важных градостроительных решений, уверен губернатор. И только тогда станет возможно возводить красивые и удобные микрорайоны.